Ну что, ребят, добро пожаловать на 12, это форма линограмм при Венгрии. Собственно, Венгрия довольно такая специфичная трасса, где довольно сложно обгонять. Ну и также, да, одна точка детекции ДРСа. И то, что вы сейчас наблюдали, я сделал специально, притормозил. Для чего? Для того, чтобы стартовать с софта. Поскольку у нас здесь используются три комплекта, а именно ультра-софт, софт-медиум, соответственно, пройти в третий сегмент на софте у меня просто не было никакой возможности. Плюс я улучшил круг, который приехал как раз-таки на софте. Для чего я это делал? Для того, чтобы хоть как-то побороться с Вильямсами, поскольку они будут довольно быстры на этом этапе, и если я поеду на ультра-софте, я просто никак за ним не угонюсь. То есть это было даже видно по практике, конечно, которую, да, вы не видели, но на практике я отставал где-то почти секунду от Вильямсов. Так как у нас просто не хватало прижимной силы, точнее даже скорости в поворотах, это то, что все-таки у Вильямса есть модификация на прижимную силу, а у нас их нету. И также модификация, которая должна была приехать, к сожалению, не приехала. Но, это же Формула-1 2018, и она очень охрененно стимулировала третий сегмент. Из-за этого у нас на первом месте Льюис Хэмилт, на втором Стибассен Фейсель, на третьем Даниэль Рикерда, четвертый у нас Макс Верстапель, пятый Карл Сайенс, шестой Стофель, Вандорс, снимой Чокоперец, восьмой Шарликлер, девятый Сергей Серовский и десятый Лен Строл. Вильямсы оказались на девятом-десятом месте. Честно, я этого не ожидал. То есть, я ожидал то, что они будут на первом-втором месте, и за счет стратегии своей в 1-500 я кое-как смогу с ними бороться. Но игра, есть игра, и я даже забыл про такую вот фичу ее, то, что она очень офигенно стимулирует. И Мерседес, который никуда не ехал, по итогу занял почему-то пол-позишн, Феррари, ладно, хрен бы с ней, кое-как она может еще ехать, но не Мерседес. Да, Льюис Хэммитт, может, очень хорошо проехал трассу, но все равно это Мерседес. И он не мог так хорошо проехать эту трассу. Ладно, гаснут огни, мы срываемся с места, кое-как я опять же срываюсь, поскольку у меня все-таки софт, пытаюсь как-то занять посередине трассу, но у меня тут же проходят и Акон, и Граждан, и также еще проходил кто-то, и по итогу у меня еще даже Акон выпихнул с трассы своим легким движением руля влево. Наверное, решил тратить мне за Сильверстоун, в котором он был виноват, и меня просто развернуло. В итоге я, кое-как поборовшись, вернул свою 13-ю позицию стартовую, офигенно, и продолжил уже погоню за Райканином. Стартовые камеры, собственно, кое-как у нас стартовали еще лидеры, Рэдбулл один из очень хорошо стартовал, тут же поравнялся с Феттонем и Хэмильтоном, то, что будет видно, в принципе, на уже следующих кадрах. Собственно, то, как меня вытолкнул просто Акон, просто взял, повернул налево, ах, ехать так на все деньги, да и плюс хочется же отомстить за Сильверстоун, в котором меня развернул этот чертов Макларден. Ну да ладно, фиг с ним, собственно, также вид с его камеры, как это было видно, меня было видно в зеркалах, если так вот придираться немного, и тот самый старт от Рэдбулла, который поравнялся с Феррари и Хэмильтоном. По итогу Феттли вышел плохо из первого поворота, Хэмильтон вышел довольно неплохо, и вроде Риккярда пытался бороться с Хэмильтоном, но совершил ошибку на торможении, из-за чего пошел уже по внешней траектории. И это был, кстати, последний повтор, поскольку дальше игра просто крашнулась. Ну да ладно. Рэккерин тогда уже к началу второго круга, напрямую можно было наблюдать то, как я даже не мог скратить дистанцию за счет слепстрима, хотя вроде бы казалось, по идее у нас скорость должна быть неплохая. Но это просто объясняется тем, что настройки у меня ориентированы больше на повороты и на скорость в них, поскольку трасса довольно изобилует поворотами, особенно во втором сегменте, где повороты довольно средне-скоростные, из-за этого можно как раз за счет хорошей прижимной силы в них выигрывать немало времени. По итогу, Рэккерина я решил пройти в зачаженном правом повороте, поравнялся с ним и уже в шикане, срезая уже вторую часть, спокойно опередил Рэккерина. С хельками разобрался примерно так же, тоже догнал и по внешней повороте, который я попытался опередить в зачаженном повороте, но у меня это не вышло, поравняться тоже не вышло, но на позднее торможение я смог уже поравняться, опять слезав половину шикана и просто его обойти. Потом на четвертом круге у нас сходит строл по проблеме с ДВС. В принципе, для меня это довольно неплохой расклад, поскольку я оторвусь от строл еще дальше в турнирной таблице, ну и плюс, да, было видно то, что Вильямсы за четыре круга даже не смогли прорваться адекватно со своих позиций. То есть строл как был десятым, так он остался, ну и плюс он сошел. Сироткин худо-бедно кое-как прорвался, но тоже не шибко далеко он прорвался. По итогу, с которым я догнал эту группу переди идущих меня, Леклера, Сироткина, Переса и Ван Дорна, с Леклером я разобрался довольно быстро, опять же, выход из второго сектора я смог с ним поравняться и уже на позднем боле торможения смогу опередить. Потом Сироткин поехал на пидстоп, как и все остальные, кто ехал на ультрасофте и к началу девятого круга я вышел в лидеры. Ну и, собственно, на этом все, да. Дальше этап шел мне просто в одну калитку, после пидстоп я выехал все равно на первом месте, потому что у меня был очень хороший отрыв от Хэммитона и Саенса, которые плелись сзади и собирали позади себя пилотон. И, собственно, вот так вот закончусь для галка, опередив еще трех круговых. Ну, куда же тут без этого? Ну и, так сказать, это небольшой такой возвращение мне в первой позиции по отношению к прошлому сезону, когда я просто взял и разбился из-за своей же, опять же, глупой ошибки. Ну, в этот раз хотя бы не разбился, уже радует. По итогу, стратегия моя сработала чересчур хорошо. Если бы я, конечно, попал в третий сегмент, то гонка сложила бы немного иначе, поскольку, как я говорил, вильямсы выигрывали по темпу в практике и в квалификации. Конечно, да, в квалификации гонка немного отличаются между собой, и, может быть, мы бы смогли бы ехать на одном темпе, но я хотел бы перестраховаться. По итогу, да, игра меня перестраховала на меня чересчур, и по итогу получился, ну, не особо интересный этап. Но, да, подиум получился интересный. На первом месте я, на втором у нас Хюлькенберг, и на третьем у нас Ферстаппен. Для Рено это первый подиум за несколько сезонов их борьбы такой. По итогу, сошедший у нас только был Ланстрол, из-за чего он еще дальше откатывается от меня в турнире таблицы, и его догоняет уже потихоньку Сироткин, которого тоже не особо задалась гонка, и он только прорвался до пятой позиции. По контактам у нас их особо не было, только у круговых они были небольшие, и все. Вот как-то так прошел этот этап. Ну, в принципе, да. В Венгрии довольно такая узкая трасса, и тут уж ничего не поделаешь. По итогу, самый лучший круг, почему-то, игра решила засчитать Сироткину и Вандорна, но прикол в том, что лучший круг я успел поставить как раз последним своим кругом. Но игра же симулирует у нас еще и финиш, поэтому она решила то, что Сироткин и Вандорн проехали трассу быстрее минуты 17, как вы могли это видеть. Ну, почему-то до моего финиша они не могли пролехать даже и минуту 17 лучше моего круга. Но по итогу в конце они просто, не знаю, там, подрубили все, что можно, въехали, наверное, весь круг еще в АДРСе, открытым сломанным, и по итогу они поставили лучше круг. Ну, ладно, окей. Это небольшая придирка. Контракт у нас остается тем же, поскольку я ничего не могу сделать для увеличения его ценности, почему-то, хотя вот вроде бы выигрываешь, выигрываешь гонки, но по итогу в руководстве шлет нахер. Да, как-то так это работает. Так же, как я говорил, у нас не приехало обновлений, но, с другой стороны, это хорошо, то, что у нас полностью обновление в аэродинамике уже на следующий этап произойдут все два обновления. По крайней мере, надеюсь, что второе приедет. Одно-то точно приедет, а второе не знаю. Потом я думаю, сколько мне нужно ресурсов, примерно, чтобы взять два обновления в аэродинамике, оставшиеся, и, в принципе, думаю, то, что ладно. На этом этапе я не буду ничего брать из шасси, возьмем уже на следующем. Почему я не взял здесь модификацию в аэродинамике? Поскольку больше двух модификаций я не могу брать. Вот. На этом, ребят, все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорой встречи, ребят. Пока-пока.